Вот, ну, прежде чем начать наш вечер, хочу всех поздравить со вступлением месяца, священного месяца для всех мусульман Рамадана. Рамадана и Горяк Бусан. Вот эту встречу мы, значит, обещали будем проводить на русском языке, потому что среди не только здесь одни татары присутствуют, но и русские, наши друзья, да, которым тоже интересна наша отечественная история. Вот, поэтому не обижайтесь некоторые друзья, которые хотят на родном языке все это услышать. Ну, с чего бы хотелось начать? Ну, вот Россия уже многие годы ищет свою национальную идею, никак не может найти. Вот, а на чем она должна опираться, прежде всего? Ну, очевидно, что она должна опираться на прочные свои исторические корни. По сожалению, эти корни, многие годы они подсекались, частично высохли эти корни. Большевики пришли к власти, значит, они сказали, что мы, значит, все разрушим до основания, потом, значит, построим новое государство, новое отношение построим. Все изъяли из истории, да, все, что им не нравилось, и вообще все, значит, перечеркнули. Вот, сейчас наступили новые времена, сейчас идет возврат к старым традициям. В России, ну, оглядывается на совсем недалекое царское будущее пока что. Ну, это все явление-то временное, но сразу же, вы сами понимаете, взрослые люди все сразу не могут в один момент переключиться в нужную сторону. Ну, а благодаря вот последним переменам появилась возможность как-то глубже взглянуть в нашу историю и глубже понять ее, почему у нас в России происходит вот такая неразбериха, такая вот темень. И историки, чем глубже начинают раскапывать это, то тем больше на свет появляется разных мифов, придуманных историй, спрятанных страниц истории появляется. А кому нужно прятать историю? Это тем, которые пришли здесь что-то урвать, воровать, себе утащить что-то, да. Очень удобно, значит, ссылаясь на какого-то неведомого врага, тащить и развору все подряд. Ну, оно и вот и сейчас где-то продолжается еще, да. Но, надеюсь, значит, эти времена когда-нибудь пройдут, и наша страна зацветет и заживет новой счастливой жизнью. И сегодня вот я рад представить вашему вниманию нашего известного писателя Галини Кея. Галини Кея, да. Которая в продолжении 10 лет уже занимается над раскрытием той темы, которая была ото всех спрятана. И решили, как и ПСС, а потом еще и царскими, значит, историками, и вообще различными, значит, родными. Вот. Она давно была спрятана. Это запрятанная история Татар. Ну, Галини Кеев, он, конечно, открывает вот эти пласты вслед за своими великими, значит, предшественниками. Это Гумилев, это Мурат Аджи, ныне здравствующий, да, которые его начали приоткрывать завесу таинственности над историей России. И постепенно эта идея начинает находить себе место в нашей России. Конечно, татарский народ, это ведь, знаете, не так он сразу родился, как татарский народ. Это суперэтнос, который объединил в себе множество других народов. И это на этой всей территории происходило, это как в котле, значит, все время перемешивались народы, значит, они в разные стороны расходились, эти народы собирались, разъединялись. Здесь создавалось множество государств на этой территории, правильно, были же вот великие государства, гунов государства, Кемахский, Каганат, Булгария. Названия народов были разные, но что их объединяло, этих народов? Общий язык, тюркский язык, который вот был на всей этой территории. И, в конце концов, все эти народы получили название Татар. Татар, причем это название достаточно узаконенное, и оно даже в европейских, на европейских картах, вот как Галия Фенди показывает, до 19 века существовало это слово Татар. И этим обзывалось все это гигантское пространство. Но самое главное вот в трудах Галия Фенди это вот то, что он развенчал, продолжает, точнее, развенчивать ига о монголо-татарском иге. Ведь не было никакого ига, во-первых, а во-вторых, не было и монголов тоже при этом, понимаете? Вот, был единый народ, единый народ с общей культурой, говорящий, да, в принципе, на общем языке, был язык межнационального общения. Ну вот, все, обо всем этом Галия Фенди расскажет. И вот за годы своего труда он написал, ну, такие четыре, наверное, основные книги, значит. Начал с того, что Тингисхан и Татары, миф и реальность, вот своя первая у него работа вышла. После этого, значит, вот вышла книга Корона Ордынской империи. Потом по следам черной легенды была книга. Великая Орда, друзья, враги и наследники. И, наконец, вот вышла книга «Наследие Татар», вот о которых, наверное, Галия Фенди немножко подробнее нам расскажет. И надеюсь, что он расскажет о своей биографии, о том, как он такой вот творческий свой путь проделал за эти 10 лет. Все-таки простране мало времени, да, много, наверное, крови пришлось пролить, да, в битвах, значит, с разным историком. Все это будет очень интересно. А сейчас я хочу представить слово представителю нашей автономии, вот, Даме Расержединову, который тоже хоть хочет поприветствовать. АПЛОДИСМЕНТЫ Ассаляму алейкум, ва рахматуллах, ва барахатух, и саммис Катургудуслан. Здравствуйте, дорогие гости нашего Татарского культурного центра. Сегодня у нас долгожданная встреча, наверное, вторая в нашем Татарском культурном центре с известным писателем Галией Рашидовичем Едикеем. И мы хотели бы, вот, я от имени Татарского культурного центра, от имени региональной Татарской национальной культурной автономии, хотели бы поприветствовать нашего уважаемого писателя. И я хотел бы несколько слов добавить. Мы давно знакомы, вот, как, наверное, Тетя сказал, больше десяти лет знакомы с трудами Еникеем. И я хотел бы, вот, присоединиться к словам сборника, которые мы издали по случаю материала нашего новоизвестного общественного деятеля, которого уже нет с нами, Равката Гудархановича Галимова. Он очень приветствовал в свое время эти труды. И я хотел бы зачитать некоторые цитаты, которые мы совместно, вместе, наверное, мы это делали. Ваша книга написана на высочайшем интеллектуальном уровне. Это гимн татарскому народу, Валерий Рашидович. Мы это, вами проделали колоссальный труд, который под силу целому научно-исследовательскому институту. Этот труд искренний, от силы сердца, ясный по логическим построениям, подкрепляем историческими данными и переводушных исследователей. Нам, непрофессионалам, разумеется, сложно давать оценку труду, которую можно понять в первую очередь в сердце, если оно есть и бьется в груди, осознавая свою причастность к родному народу. И вот некоторые цитаты последние. Вся Академия наук Татарстана, которая издала многотомную историю татар, все ее академики, доктора наук, до наивности в плену целенаправленных, злонамеренных искажений, искажений происхождения и истории вообще татарского народа. То есть вот мы как бы считаем, что труды Галина Рашидовича именно раскрывает подлинную историю татарского народа. Всячески приветствовать вас, уважаемый Галина Рашидович, в наших стенах. Спасибо вам, рахмятос. Ну вот у нас тоже еще один руководитель автономии есть, Фарид Фарисов, Фарид Афенли. Кстати, кандидат исторических наук, наверное, несколько слов. Они исторические, но очень много занимаются историей. Написал книги по истории, фильмы выпускает. Рафильм особо, надо сказать. Шикарный фильм, шикарный. Все мы смотрели ваше. Рафмазур, я вот передал вторую серию, но сегодня у нас чуть другой разговор. Я отдал фильм, скоро будет презентация, я вам его покажу. Но мы все заняты одним, в общем-то, делом. И я хочу сказать, что предыдущие ваши работы, они оставили след именно в тех работах, которые, в общем-то... Я не буду говорить от автономии лица, потому что у нас выступал Османович, уважаемый. Поэтому, я думаю, повторяться не буду. Поздравления от культурно-национальной автономии вы уже приняли. Мы очень рады видеть вас в вашем культурном центре. Если вы позволите, я скажу, как уже, может быть, как автор не таких, конечно, фундаментальных трудов и как режиссер фильма. Я хочу сказать об этом, что именно на ваших работах, именно на таких работах, которые дополняют именно наше, в общем-то, видение, которое у нас есть. Лично у меня сформировалось, в общем-то, свое видение на татарскую нацию. Лично я считаю, что выше татар только небо, ярче только звезды, а лучше нас только рай. Кто меня этому научил, это научили мои предки. Поэтому, к сожалению, в нашем юном возрасте таких книг не выпускали, они не выходили. И получалось, что мы, в общем-то, черпали источники очень мало в советское время. Но есть люди, которые, в общем-то, есть и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в Астрахани, и по всей России, которые не останавливались и, в общем-то, писали, писали и писали. И я очень благодарен за то, что вы есть, и труд, я сразу хочу сказать, что я весь не прочитал, я, к сожалению, коротко ознакомился и поделился, в общем-то, своим мнением. Знамир Мафанга, перед входом мы обсуждали эту работу. Ну, в общем-то, она очень-то положительная. И большое спасибо за то, что вы есть. И большое спасибо, что вы все пришли, и к этому относятся, маленькая толика тех людей, которые должны были увидеть и услышать голос вашего произведения. Большое спасибо. Больше никто не хотел бы выступить? Есть желание. Ну, я хотел бы просто добавить, значит, этот самый... Наш великий писатель Мурат Аджи, вот мы проводили с ним встречу, он сказал, значит, лозунг так и выдвинул, единый народ, единая страна. Мы, татары, вот ничем не хотим себя возвышать над другими народами. Мы часть России, мы просто немало сделали для того, чтобы эта Россия состоялась, как государство, да? Мы внесли свой труд в ее создание, в ее защиту и так далее, и вносим до сих пор, так? Вот, поэтому мы считаем, что у нас народ в России единый. Мы все кровно переплетены и с русскими, и с другими национальностями в этой России. Вот. Но свою национальную культуру, конечно, мы хотим сохранить и дальше. И а сейчас я хочу предоставить слово автору. Пожалуйста. Уважаемые соотечественники, сородичи, ну я очень рад встрече с вами, очень рад встрече с вами и очень рад, что смогу лично вам довести с глазу на глаз, так сказать, свои мысли. И коротко рассказать, как я решился на подобные, на выступления против, ну, научной, скажем так, клеветы на наш народ. Ну, примером, жаль, вот проект не работает, а техническая неполадка небольшая, я привез иллюстрации, подготовили мы, взрываем. И придется визуально, то есть устно все объяснять. Примером можно привести вот, научной точки зрения на историю Татана, с которой я спорю, оспариваю, и оспариваю, который, извините. Учебник вот обжаловали в суд, пробовали кохарманы некоторые, подвижники, истинные, мужественные подвижники. Учебник для 6 класса, это уже, многие и знают об этом, расхожено, многие, может, еще не знают. Это преображенский рыбаков, ученые писали, оно одобрено Министерством образования и науки Российской Федерации, научно утвержденное. Это тираж 30 изданий выдержало, 12 изданий выдержало, выходные данные я тоже там писал, и где-то по 30 тысяч экземпляров. Ну, это как бы яркий пример учебника, там более ярко выпуклая вот эта антитатарская вот эта направленность нашей истории, тезисы, там более выпукло показаны были. И как пример использовать можно, и поэтому его обжаловали в судебном порядке, подвижники из национального движения татарского, но безуспешно. Поскольку бороться с подобной клеветой, с научно освещенной, скажем так, легитимизированной, то необходимо на том же поле, идеологическом, и, скажем так, легитимизировать научно, уже новую точку зрения на историю татар. Там что интересно, и какие примеры можно привести? Ну, там есть иллюстрация, 13 века датируется иллюстрация английская, приписывается англичанам происхождение этой иллюстрации. Там на вертеле, на шампуре таком, татары жарят человека, ну и поедают там, конечности отгрызают и прочее. И надпись «Монголо-татарские захватчики», представление западного мира. Ну, пояснение этому есть, если бы это даже английское, англичане рисовали, среди англичан было много католиков. Они в 13 веке как раз пытались захватить Британию, как раз повлиять. Матвей Парижский был такой большой публицист, антитатарский, именно антидвижение. Вот он там писал много, кое-что и правду вкраплял, и мы можем так собирать информацию о нашем предке. Ну, вот эту историю я знал с детства, начал познавать, поэтому, но история, она противоречит тому, что я знал со слов своих предков. Вот как раз о роде Яникеева говорили, ну, это древний род, древнейший, он идет из племени Мангыт. Ну, племена, они меняли название, Мангыт тоже есть, Мангыт уже продолжением является, вот Кьята. И так менялись, потом уже распались, народ увеличился и пофамильно уже остались. Многие фамилии, Давлетшины, Яникеевы, Акчурины, это многие, и многие, многие другие мурзинские фамилии есть, бийские. Это я попозже объясню. Ну, и, в принципе, и вот то, что вот это несоответствие с юности меня, в общем, не давало покоя мне. Почему так? И уже возмужав, став уже, так сказать, зрелым, я это наблюдал в жизни, многие ваши, вы тоже встречались с отношением. Именно последствия такое, это последствия идеологии государственной, то есть, которой веками насаждалась вот эта наука, то есть, наука уже обосновывала идеологию, подпитывала анти-татарское, анти-ордынское. Почему так? И негативные явления, конечно, и в отношении татар тоже высказывались, там, поговорки возникали разные, ну, образцы народного, в кавычках, творчества, это все насаждалось сверху. И вот эта идеологическая работа, которая велась и ведется и ныне по инерции, и она, в общем, должна как-то встретить какое-то противодействие, я так полагал. Поэтому я собирал материал и обосновывал уже свои работы, и решил я их, уже мне люди, многие уже, при встречах, при этих, при разговорах, беседах с людьми, это излагал, вот эту точку зрения, мне предлагали это все публиковать. Ну, как я решил публиковать, сначала думал я это все научно объяснить, был наивным, что можно пойти к ученым, объяснить, логически все это подтвердить, и они это увидят, поймут, и это пойдет, и вы потом начинаете с научного мира все это рушить. Но многие, вы читали на исторические темы, знаете, что такое наука и история, что это за система пирамидальная, как она построена на тезисах, которые уже отданы, раз, и они как бы научно, допустим, пришли монголы, завоевали в 13 веке Русь, ну там и другие наши, всю Россию, в общем, ну вот территорию России. Многие народы булгар завоевали, был такой народ булгар, их завоевали, Копчаки был такой народ, их завоевали, это все наши земляки, соотечественники, потомки наших земляков. Впереди эти монголы, это считается, что по науке, если мы будем, это тезис такой, что это было предки холхомонголов и колумыков частично, ну вот монгольские народы называются сейчас они, они главенствовали, гнали впереди татар и всякий сброд, ну и вот поэтому называли вот этих самых-самых плохих из этих завоевателей, назвали татарами. Эти татары, оказывается, так и выжили, остались, вот они мы сидим здесь, татары, большинство здесь, и я лично тоже из них как бы получаюсь, то есть по науке так получается, если рассуждать тезисно. Ну, я уже работал, прекрасная была библиотека в Томском университете, и так я собирал потихоньку, находил, и решил я, мне говорят, давай публикуй или как-то, я пошел к ученым сначала, они говорят, все правильно, вот так, в личной беседе они признают это все правильно, но ты, говорит, не сможешь это научно, вот, ну, легитимизировать, ты пиши кандидатскую, пожалуйста, у тебя голова, все, знания есть, только в конве научной теории вот этой, в рамках, напишешь, а потом уже пиши, что хочешь, ты будешь кандидатом, будешь доктором наук, а потом уже напишут, у тебя будет авторитет, ну, я подумал, думаю, посоветовался я с более такими мудрыми, со стариками, ну, мне говорят, ну, вот тебе вопрос потом зададут, люди, прям вот так, встретить тебе и зададут, ты же нормальный человек, да, не сможешь просто, ну, это, как это, развеяться в лицо человеку, вопрос зададут, да вот когда правду вы писали, когда вы докторскую защищали или кандидатскую, или же когда сейчас, вот когда вы то, что хотите, пишете, когда вы правду решили написать, история, наука, ладно, я бы там по другим защитился, допустим, по, ну, юрист, если я по-юридически кандидатом юр наук стану, ну, там тоже определюрующий предмет история, опять же, я должен, допустим, право Золотой Орды, если я напишу, опять же, я должен написать, что сначала, что, да, вот пришли монголы, построили государство Золотой Орду, там были какие-то порядки, то-то, то-то, потом татары это развалили, перетрались между собой, потом русские пришли, завоевали это все, ну, и так далее. Ну, мне совет такой дал один очень умный человек, он говорит, ты пиши, что думаешь, обосновывай, как хочешь, как считаешь нужным, и начинай печатать, как, ну, пробивай, уже, это уже твои дела, народ рассудит сам, прочитает, у нас в народе умнее тебя люди есть, так, и опытнее, и мудрее, они прочитают, они оценят твои работы, и поймут, это уже будет хорошо, земляки других национальностей тоже поймут, все, ну, я начал вот это публиковать тогда, ну, первый раз, конечно, с публикацией было очень трудно на эту тему, публикация долго проходила, статьи проходили вот в интернет, журналы некоторые, газеты, Филимонов печатал истоки газеты, вот в 2005-2006 году серия, вот главы книг он печатал, он русский, а жена у него татарка, вот он меня понял, говорит, все правильно, и будем печатать это, вот так вот потихоньку выходило, потом в 2007 году уже монография вот эта вышла, Чингисхан и татары, миф и реальность, ну, там я в основном опирался на труд и на работы Васильева, Василия Павловича, это профессор Казанского университета, с Нижнего Новгорода он родом, ну, я его происхождение так досконально не изучал, его работы были переводы в основном китайских древних документов, вот летописи, как бы летописи, там разные наблюдения китайских в основном, и основная работа там перевод Минхуна, записки о монголо-татарах, как раз, и его очень трудно найти, перевод Васильева, это было в Томском университете, я копию не снял тогда, когда уже, ну, выписки у меня были, а потом в Уфе, конечно, их не было, и в Московском университете нашли мне их, нашли, копии сделали, ну, знакомые, я тут по делу приезжал, москвичи знали, московские татары тоже там, и знакомые остались, они уже начали, вышли на других, и через них там уже, и у меня девчонки читают там, вот то-то, то-то, я говорю, вот, вот как раз это, да, там императоры татар, министры, и вот на, ну, там есть в этих записках Минхуна другой перевод, науке известный, более известный, он более раскрученный, это Мунгуева перевод, ну, там уже с корректировкой, ну, вот именно об истории монголов, которые написали китайцы, как Василий выражался, это, говорит, китайцы написали свою историю монголов, чтобы сокрыть истинное происхождение, как государства Чингисхана, так и его самого, поэтому, а если кто-то помнит со стариков, со слов стариков, из вот этих источников татарских, а Чингисханы и татары, первая вышла монография, тысяча экземпляров всего была, а это за государственные счеты сдавали, был тираж тысяч экземпляров, он разошелся, сейчас уже у меня, у детей, по одной книге осталось, мне писали, что библиотеки есть, республиканские национальные библиотеки, когда я в Министерстве культуры Татарстана писал, что книгу ищут многие люди, неплохо переиздать, мне ответили, что есть, могут обратиться туда и прочитать, а Корона Арденской империи три издания выдержала, это частное издательство, алгоритм, вы знаете, московское, там и татары, и русские работают, поэтому они издавали, потом я корректировал, дополнял, третье издание издавали в 13-м году, и вот в столице Гумилева было, в 12-м году тоже издавали, но в Короне Арденской империи я уже дополнял, как раз я опровергал, критиковал, или опровергал, или критиковал, я старался опровергнуть, но говорят, что получилось, пишут многие, что получилось, когда споры, вот, было ли иго, там советуют прочитать эту книгу, я именно то, что нашел, сначала именно вот то, что место, роль татар, это то же самое, что в монографии, чингисханы татары было, и еще опровергал вот это вот нашествие, завоевание, кровавое, вот то, что Преображенский пишет, кстати, там пишется, что именно татары, не монголы там, не монголы татары, а именно татары напали на Русь, брали Рязань, там всех уничтожили, потом Владимир штурмовали, всех, чтобы сломить волю сопротивлявшихся, осажденных, там, защитников города Владимира, выгнали босых, там, раздетых, разутых на снег, зимой в мороз, ну, перед стенами крепости, там, хотя, наоборот, должно быть, если так, таким вещами занимались, осаждающиеся, то упорство обороняющихся только возрастает от этого, тут ученому, ну, ученый решил, что так вот показать надо татар. Ну, и там еще и подытоживается это все тем, что характерно, об этом нельзя забывать и сегодня. То есть, понятно, да, отношение. Вот так, так строилось, теперь главному, так строилось отношение между русскими и татарами, между двумя самыми крупными нациями России, нашего Отечества. Именно на этой истории. Ну, люди вот читают историю эту, но, тем не менее, не поддаются. Люди бытовом уровне видят, русские, кто такие татары. и я вот живу, сколько уже 50, ну, сколько, 45 лет сознательной жизни пусть будет, я такого не встречал, чтобы вот не говорили, ну, именно под влиянием идеологии, что вывод такие-то растяки, ну, очень редко так, но чтобы отношение такое основное было к татарскому народу, такого я не ощущал, но факты есть, что именно это влияет на отношения, конечно, на место наше, на бытие татар. Поэтому и основное было еще одно задача, скажем так, поставленное перед собой, именно вот это вражду, вот эту, нейтрализовать, которая насаждалась вот этой идеологией. Ну, происхождение этой идеологии я тоже объясняю в своих работах. Нужна была с приходом где-то в начале 17-го года был последний ордынский царь, режим в Москве, именно в Москве он был, его так и называли Татарин Годунов, Борис, Татарин, зять Малюты, сам в душе палач, как писал Пушкин, тоже под влияние этой идеологии. После этого приходит к власти Романовы, это не я придумал, это уже впереди, которые у меня работали, они уже знали это, писали, что Романовы именно про западные, это писал Ключевский еще в 19-м веке, что Романовы именно про западные, были западники, про западные правительства, они слушали советов указаний с запада, именно они ввели крепостное право, после этого уже ужесточилась эта система и пошла, вот эта вот система, этот режим пошел, закрепившись в Москве на Руси Московской, которая уже объединенная была, оставленная ордынзами, оно пошло на территорию восточной, на территорию Татарии, в смысле, в широком смысле Татарии, которые изображали западные авторы в своих картах, которые сохранились вот эти карты, и установление, тогда уже было установлено именно как писал Трубецкой роман «Германская Ига», именно, ну, где-то оно закрепилось со времен Петра, уже, сначала оно так насаждалось, работали над этим, и со времен Петра оно уже установило, вот тогда необходима стала идеология, чтобы замутить, чтобы столкнуть людей и разводить их, как говорят, ну, проще говоря, разделяя и власть вы, если, допустим, народы будут между собой дружить, русские татары и прочие земляки, то трудно будет, допустим, если их давить, покорять чуждому государству, расположившимся в стране, как оккупационная армия, это не мои слова, это оценка Герцена, как раз романовское правительство такую оценку давал, поэтому ей нужна была вот именно эта идеология, она, и все авторы замечают, что оно начало распространяться, силы набирать, принимать научную форму, уже такую, это именно в 18 веке, с начала, вот с 18 века, поэтому, и оно осталось так, уже как научно подтвержденное, оно идет как бы по инерции, большевики тоже это приняли, использовали в своих, ну, в своей деятельности политической, им нужно было, конечно, унивелировать советский народ, это все превратить нас, поэтому, и так оно, и теперь досталось нам, России, новой России, и у нас она осталась, но теперь другая волна, теперь у нас гласность, мы можем говорить, у нас нет цензуры, поэтому пошла волна такая, что критиковать эту научную историю начали многие, и я не первый, до меня уже поработали многие, ругают, очень остервенело, чем доказательнее работы историков, которые, ну, независимых, тем остервенели их, ну, более остервенело их ругают историки профессиональные, скажем так, поскольку имеют они, поскольку они имеют титулы есть, положение в обществе, в общем, наработанное, именно держится оно на старых, вот этих канонах, на старом курсе истории. Ну, после короны Ирнынской империи, ну, работу мы, я продолжил, как там вторая была книга, меня нашли уже подвижники татарские ко мне начали обращаться и говорят, что давайте будем серию основывать такую, извините. Извините. по следам черной легенды мы серию организовали и по следам черной легенды книга уже обосновала вот эту серию новой татарской истории России и Евразии. именно вот по мы старались показать уже истинную роль татар более выпукло, более обоснованно и продолжением уже вот этой по следам черной легенды и в серии второй книги серии вышла Великая одна друзья враги и наследники. Там я более связь показал уже более критиковал противопоставление русских татар и роль татар более в происхождении других народов. Как Усманов, Мерказ Морай Усманов писал, что вот эти народы после распада золотародой, которые возникли, например, узбеки, турки, они истоками имеют именно как средневековый татар народу. Ну вот после возникла идея такая, что надо бы вот это преподнести народу, объяснять уже более популярную книгу написать в этой же серии на основе тех книг, поэтому тогда уже у нас возникла идея написать книгу «Наследие татар» более проще более доступные языком изложить. Но эта книга выдержала более и объемом меньше. Ну объемом как бы не старались, но она уже меньше предыдущих, конечно, книг. Язык тут мне помогали вот Шахат Китапче, соавтор, подборе материала, другие помогали, финансирование и издание. И после мы подкорректировали вот это третье издание книги, наследие татар. Факты там приводятся многие и обосновывается именно точкой зрения положительной роли татар и значительной роли татар в истории России и в России в целом. главы тут изложены изложены иллюстрации мы не сможем показывать вам проекта не работает. так. Ну сначала мы о чем эта книга объясняется то что подлинная история татар как выражался там из хаков и она не написана подлинная история это исторического народа. поэтому есть необходимость в том чтобы развеять кривиту как в отношении русских так и татар это уже слова Гумилева. Это вкратце объясняется после этого ну мы композицию изменили если кто читал предыдущие издания и дополнили ее композицию изменили глава первой татарские слова в русском языке то есть влияние татарской культуры в целом татарского народа на культуру на материальную культуру и на духовную культуру России и русского народа выразилось в том что татарские слова в русском языке визу визу имеются там переводы слов приводятся не все конечно слова чтобы все слова перевести анализировать и вот тоже говорили вот слово такое я приводил там по-моему или нет его перевод не давал каламбур например каламбур есть толкование такое чисто прозападное слово каламбур вот сейчас только перед началом нашей встречи мне говорили каламбур это из татарского слова из татарского языка слова объясняется что это с французского там более культурного конечно языка пришло якобы но каламбур это конкретно халямбур халямбур вердеть перо писать то есть замысловатое выражение такое вот эти слова русском языке ну например мало кто знает арка тоже вроде архитектура с архитектурой мы же были кочевники вроде как по науке нашей предки то есть никакой культуры не было ничего не строили только разрушали гонили по всей Евразии и занимались грабили вроде бы по науке если а почему а из татарского языка пришло так арка чердак сурьма например много таких слов поэтому вот это мы стараемся в этой книге объяснить вот это почему слова и именно значительную роль в истории татар в истории Евразии потом второе татарские топонии Евразии то есть татары нам объясняют что жили где-то булгары то есть на Поволжье жили булгары из них вот эти наши мы то есть современные татары из них произошли совершенно другой народ и дар нам начало а те татары которых упоминают множество множество авторов тех времен и народов и разных самых разных народов но те татары к нам отношения совершенно никакого не имеют и поскольку выясняется еще положительную роль таких татар в истории значительная роль тем более это усиливается со временем эта работа поэтому татарские топонии мы Евразии приводим здесь и не все конечно все их невозможно привезти но выборочно и наличие их по территории начиная от Венгрии Болгарии вот как субконтинент Евразия говорил Гумилев откуда начинается с Пушты с Венгерской Пушты с Причерноморья и вплоть до Хингана это граница субтропиков между Китаем и Монголией собственно Монголией там внутренней и внешней Монголией там куда когда уходит плато вниз срывается вот где Ханбалык Пекин этот город на границе примерно стоит там вот до сих пор как бы одинаковый ландшафт ну изменение климата есть и вот этот ландшафт объединял вот эти все народы которые там жили наших предков которые существовали и был суперэтнос евразийский которые могли друг с другом сотрудничать и сосуществовать достойно и поэтому а вот эти все территории объединяют они густо насыщены татарскими топонимами именно с татарского языка они происходят и допустим Байкал это Байкуль именно я показывал в своей книге как чингисхраны татары и в короне Арненской империи что татары и на Байкале жили буквально источники говорят что вот татары там жили есть топонимы очень похожие и даже другой источник татарский говорит что вот легенда о роде чингисхана там как раз совпадает топоним Мальта село Мальта на Байкале как раз где бабушки чингисхана там родители жили ну это легенда но легенда содержит факты какие-то факты которые до нас дошли вот так же как легенда трое содержало факты по которым археологи нашли город есть такое поэтому эти легенды они тоже они эти легенды эти тоже ценные информации обладают вот поэтому чтобы человек читающий обративший внимание на эту книгу сразу понял что топоним они не просто так татарски по Евразии рассыпаны а это следствие чего-то потом татарские фамилии в русском народе в русском народе огромное количество татарских фамилий многие фамилии они как в русском народе имеются среди русских и среди татар имеются например Сабуровы Сабуровы есть татары Сабуровы есть русские Нагаевы есть татары есть русские которые уже русскими себя считают поэтому это уже говорит о глубоком взаимопрогновении даже не то что взаимопрогновение а о том что Гумилев писал подтверждает слова Гумилева о том что татары народ не вне а внутри нас поэтому Поэтому, и потом главу мы привели, примеры поэзии средневековых татар, это предложение было моего соавтора, материал он подбирал, тоже опровергает тезис о том, что татары имели низкую культуру, вот господствующих в Золотой Орде, например, народом. Но именно из среды татар и учились в столице Золотой Орде, в городах Поволжья, вырастали эти поэты, примеры поэзии, они официальной историей объявлены просто тюркскими или среднеазианскими, ну, уловки всякие применяются. Ну, примеры поэзии приведены. Потом глава пятая о том, когда татары исповедовали ислам и христианство, начали исповедовать, начали исповедовать ислам и христианство. Тоже кривотолки разные есть. Есть тут влияние, конечно, персидских и ближневосточных авторов насчет ислама, что нам из Багдада привезли ислам по Волжье. Но в истории есть другие факты о том, что по Волжье это 10 век, что по Волжье привезли и насадили ислам, тут как бы нам подарили. Такое культурное посольство было. Но есть другие факты о происхождении ислама и о веровании наших предков, поэтому я туда включил это в главу, что гораздо ранее, даже при жизни, даже в этом виде ислам, который уже Мухаммад, Единобожье, который не способен был Коран, и Мухаммад, Прегамбер, мир ему и благословление Аллаха, он распространял, когда и в этом виде уже даже при жизни Мухаммада принимали татары, уже исповедовали татары этот ислам, эту веру. Есть такие факты и эти факты были там изложены, приведены. И насчет христианства я изложил мнение, конечно, самих татар-христиан, ну таких более просвещенных представителей татар-христиан, как Сусоева и Бухарова, что где-то еще в 7 веке, а то и ранее, может, татары начали исповедовать христианство, татары-христиане, а насильно, они насильно их там крестили, и вот они, насильно крещеные, так и исповедуют эту религию, насильно им врученные эту легенду. Они сами опровергают, я согласен с ними, с моими братьями, так, татарами, так. Ну и о Веле там я еще, конечно, мы показали, что сильны были татары тем, что была веротерпимость, это еще задолго до буржуазных вот этих идеологий о равенстве, то веротерпимость уже была предписана, если законам, в законам, в правоустанавливающем виде, это нормы были приняты уже в Великом Язу, Чингисхана и из Древле. А вообще в менталитете татар было издревле, это веротерпимость, и они сами говорили, Бог дал людям веру, пути разные, как пять пальцев на руках, поэтому Бог один, а веры разные. В принципе, это признают более просвещенные религиозные теологи, и мусульманские тоже, что Адам, Гайса, они и прочие пророки мира, муса, они все были мусульманами, ну то есть они были, исповедовали единобожие, а тут принцип основной был единобожие, то есть признание одного Бога и никого кроме Бога, высшим творцом и владыкой мира. Поэтому, а уже в божественном признании божественным что-то другое, это уже как бы язычество. Поэтому, это много, кстати, право Чингисхана очень мало пишут, то есть про это вот, как его, про его теологические такие высказывания, и много есть материалов, но я все не смог еще привести в книгах, это отдельные книги надо, конечно, там такие есть слова, что он показывает его очень такую продвинутость большую. Он даже критиковал некоторых мусульманских священников, что как, нельзя говорить, Бога, вот поместить в одно место, там вы не можете, говорит, сказать, что он в облаке или там в камне каком-то, его больше или меньше, когда говорят, я не поверю, он же везде, и она не поверю, поэтому, и вот они, сила была в чем у татар идеологии, именно в том, что они были, они не делили людей, кто-то, конечно, выгоду делал в том, что и сейчас делают, чтобы противопоставить людей по вере, а татары делали по-другому, они овеняли на это людей, то есть на вероятелемости, на равном отношении ко всем людьмам, по-другому поворачивали, в человеческую сторону, и многие понимали это, и шли за татарами, за арденцами, их, вот, как говорят, многие русские принимали участие в делах, говоришь, татар, поэтому я акцентирую этот момент, и, как писал араб, противник татар, был он тогда, он с Версом работал, с Брежно-Восточными, и он писал, что в татарах присоединяются во множестве буквально, и мусульмане, и неверные, неверные, христиан называют, а другой верой людей, поэтому он поражался этому, и сила была вот в этом еще. Ну, дальше уже мы излагаем в этой книге, в главе шестой, безнимая важная, но не очень известная, а все времена в татарском языке. Ну, тут, как, это именно кредитный сенс, как бы, всех работ, чтобы человек прочитал, понял основные, как бы, наши тезисы и обоснования к ним прочитал. Поэтому тут момент какой. Вот многие думают, у нас теория какая, научная, скажем так, как бы, технология, там, дюркология, считается, что были народы такие, тюркские, разные тюрки, древний тюркский народ, и разные народы, и кусочек там где-то сбоку татары. Ну, или даже, можно, они не тюрками вообще были, там такие есть, может, это было поножное слово, ругательное вообще. И так, и так, и в западном мире, как бы, ругательное оно было, и в тюркском мире ругательное было. В китайском общении это и варвары называли татаром. Татары – это слово «варвары» означает. Но, оказывается, это совершенно не так. Например, язык татарский и язык татарский, допустим, это тоже отражает уже, как бы, проекцию историю, центральное место татар истории. Язык татарский, он чисто по объективным признакам, он центральный в тюркском мире. Это не мои изыскания, не мое, не в татарском языке, где-то в процессе 80 слов всего тюркского мира, сконцентрированы общим поражением. Поэтому, если татарский язык, человек, знающий татарский язык, он может легко обучиться, допустим, другому тюркскому языку, перейти, допустим, обучиться тому. А вот, допустим, у других, как Узбек, допустим, азербайджанскому ему труднее будет научиться, чем татарин, а азербайджанскому ему качеству сразу. У него больше. Поэтому, как в центре, это показывает стимальный характер татар, татарского языка. В мире, вот в этом тюркском мире, их 350 миллионов тюрок по всему миру. Поэтому, вот этот момент, это имеет именно исторические объяснения, что татары были народ татар такой, который, как вы признаете, его не было. Это был центр у него своего мира, то есть средневековые татары. Часть их, ну а есть вот этот народ, конечно, часть осталась у нас, сожранила название татар, частью несожранила название татар, того народа Ченистана. Многие понимают это, казачь, например, это прекрасно понимают, и так говорят, да, вот привезли, да, как правильный они народ были. Вот часть у нас в казахах осталась, часть, там, допустим, у башкиров, часть у Нагаев, и как бы этот народ, и Эднос, это до сих пор как бы жил, как бы центр тюркской мира, эта проекция. Поэтому, если тут, в чем еще смысл вот этой концепции, смысл в том, что, допустим, имеет современное значение, вот пытаться объяснять многим татарским общественникам, ну не знаю, не напомню, он звонит, и, в общем-то, и российским, многим политикам, скажем так, но многие понимают это или опасаются иметь и татар, просто это уже как-то психологически влияние имеет вот этот татар, отрицательное значение, которое иметь должно по науке, идеологии, научной, которую у нас есть. Но центр тюркского мира именно связан с дословом татар, с народом татар. И сейчас, допустим, Турция претендует на центр тюркского мира, с одной стороны, в Турции это, как бы, в Луни-Напе, в золотом татаре, они перетягивают тюркский мир к себе, как бы, в центр стремительный такой процесс. Если вот эту концепцию принять, то у нас в центре тюркского мира будет Россия. И многие это поймут. Кстати, я понимаю, они знают это, вот эти многие тюрки, казахи, допустим, узбеки. Узбеки, это откуда народ, допустим, пример, отступление большое сделает. Узбеки народ, такой народ, это конгромерат. Вообще-то узбекская нация, это конгромерат разных народов и племян. Откуда название появилось? Нация узбекская появилась в 1921 году, когда узбекские республики делают, только Туркестан, в большинстве. Так же у югруска нация возникла, там тоже конгромерат разный. Раньше эти народы, восточный Туркестан назывались, татар, восточный Туркестан. Узбекистан, узбеки возникли из названия племедей клана. Это узбековичи. Они все ушли, когда была вот эта вся... Международные церкви в Золотогороде, в эти времена, они уходили в Среднюю Азию. Многие там оседали, узбеки. Успекляли. И вот татары говорят, по предмогению, допустим, в Солдавском языке характерны. Допустим, кто с ним, с узбеком, это, как я, с узбеки. Кто с колчаком, это колчаком. Вот старухи нам рассказывали в детстве, вот колчак, на педля. Колчаки пришли. Ну, колчаковцы, значит. Поэтому оттуда и подшло название. Как назвать? Самый влиятельный план какой? Узбеки. Народ какой? Узбеки. Кто были в мнении, кто узбек. И среди них, вот Исакова говорит, да, не ж, как татары, говорит. Там, говорит, процент 20 точно говорит на тех веках. Ну, и по лицу там видно. Поэтому, вот среди разных народов, вот этих представителей татары, и они друг друга узнают, кстати, они, как бы, отношение такое все. По языку они, как говорил Узбек, это эркосмород, это организм единый. И он связан не просто там языком. Допустим, по-русски говорим татары, они друг друга, мы понимаем, как узнаем как-то. Они, у них скриатив поведения, у представителей администрации. Поэтому они узнают, как на процентах, может быть, друг друга узнают. И если, допустим, они меняют свое, допустим, Башкир назвался, допустим, Наталья, на ней, допустим, другие, другое название принято. Там уже, наверное, непонятия, могут возникать такие. Напряжение, в числе я уже написал, доступление тоже будет направлено. Статья у меня там напрягована была. Поэтому, если мы восстанавливаем подлинную историю, то у нас центр как бы проецируется, проецируется автоматически тюркского мира, это Россия. Это тоже, это мысль, тоже, концепция, тоже я хотел об этом сообщить. Ну, а в современном татарах я вот тоже отразил, что именно среди других народов, не то, что там есть бывшие племена, которые сохранили, это я вообще отработал в книге по следам черт-дивидендам, но они думали, что они даже этническое настояние еще сохранились. Часть от нас там осталась, допустим, татар, не в Беков, там план татар, допустим, даже у Маньшуров там осталось, там тоже оставались, и среди них даже сохранились в план такой, рот даже татар. Вот эти я отразил. Потом, сведения испортили на истории татар, и тут главе сражали мы. И что сообщают о себе татары прошлого, о себе, и какие сведения о них оставили в современнике. Тут чисто проекция, конкретно, именно вот я в Магаги привел, именно истории, откуда, в Ульгазии, вот о Ульгазии сообщают такие два, например, в Саирополе. Родословная история татар. Это была переведена и переименована Родословной историей тюрок, это книга. И со временем так, она как бы думает, что Родословная история тюрок, а в Ульгазии переименовали что-то ульпекского историка тюрокского. А Бульгазий сам писал это Родословная история татар, говорил, писал, и писал и своего сына давали. Ну, эту книгу переводили, постарались перевести на русский язык шведский офицер. Они попали под Болтавой и отбывали ссылку в Сибири. Ну, там отношения другие были, там, видимо, еще с татарей. И они оказались в Сибири, в Тобольске и переводили вот эту попало в руки и мы не поняли, что это история татарах дословная и они попросили там, Мулла перевел татарский. И о русском писать писал сидел. И вот эту, из этой уже перевод, этот уже дошел до нас перевод того перевода русского на английский, французский и обратный перевод вот к нам пришло. Подлинных такие его не нашли. Я вот там хорошо написал свои книги. Последние черные легенды объясняли. Здесь тоже отразило это. Вот он пишет, что по его сведениям 2000 лет еще Копчак предводитель из родов татарских основало государство именно в Поволжье. Поволжье на Каспии частично вот объединил там русских, башкир. Башкирами звали венгров уральско тогда башкирами на персидском. Вот и создал одно. Он говорит это его данные, что 4000 лет назад. Что интересно Аркаим это тоже где-то 4000 лет назад. Город Аркаим обнаружили и вот так обнаружатся факты они друг как бы подтверждают. Аркаим Аркаиму городу тоже 4000 его тоже легализовали только вот года 3 назад да где-то в 87 еще обнаружили. Вот такие факты много приводит он и именно Агусхана он связывается с Чингисханом и все полностью противоречит как бы официальной истории но данные Абульгази опять подтверждают родословный Копчак рода Копчак опять же и они независимо друг от друга написаны потом и как западные подтверждают более объективные немцы допустим Алиари также подтверждают и влияющие и опять же и они как бы вместе вот эти источники из разных источников складываются в ясную картину которая противоречит официальной истории поэтому вот эту всю историю это я отразил главе седьмой привели мы потом истории великой татарии союзники противники татар великий озон татарская правда почему объединялась татария и как она объединялась и кто были союзники и противники центры мировых цивилизаций противостояния в этом было замерз ну тут нельзя сказать что какой-то народ был плохой у которого какой-то хороший допустим мы не можем сказать что западные европейцы они плохими были или китайцы были плохими они воевали с нашими предками или же ближневосточные там персы допустим противостояние было конкретное со Средней Азии в основном ну не из-за того что плохие кто-то плохой кто-то хороший среди каждого народа есть хорошие люди и плохие люди всякое есть но каждому свой народ ближе но поэтому тут объективно складывалась ситуация но есть среди каждых объединений между каждыми большими объединениями то конкуренция есть конкуренция и эта конкуренция приводит к столкновениям к войнам и поэтому исторически объективно складывалось так что три центра мировых цивилизаций запад ближний восток и дальний восток это китайцы в основном там и манчуры были многие в ходе этого противостояния рождалось государство великой татарии какие вопросы есть если что допустим я вас может утомил чтобы было бы интереснее пожалуйста на сцену микрофон нет микрофон пожалуйста то есть то есть то есть то есть я считаю что татары там родились в центральной европе как бы сказали вот вы седьмого века изучаете вот можете тезисно сказать вот в чем различие у вас от официальной версии государственной я понимаю что многие вещи у вас подкреплены историческими материалами архивными все это понятно а вот стройная такая концепция есть или нет или вот просто есть давайте скажите вот коротко как раз я вот говорю вот исторический экскурс с чем вы не согласны вот в хронологии ну нет с чем я не согласен это вы уже определите тогда тезисно изложу вот ну с чем я не согласен с чем я не согласен что татары в принципе и народом то не были никаким не было такого народа как бы если мы будем конкретно официальную историю читать были наши предками булгар и ладно частично хорошими а если татар там истории которые упоминаются это был не народ а кто некоторые говорят бельями было даже монголая язычная которых уничтожил Чингисхан там они такие подлости творили что Чингисхан их уничтожил потом эти татары где-то почему-то появляются в казанском ханстве они там верховодили унитали мирных булгар наверное так получается они тоже творили зверства в Крыму тоже они воровали крестьян там угоняли в рабство в рабстве держали 200 тысяч русских в казанском ханстве например босиком они ходили зимой непонятно в чё их одевали потом Иван Грозный их освободил ну и мирных там других мирных земляков просто как я говорил а тезисные если допустим татарский народ был из древния как он упоминается древними авторами как раз вот что сообщает как раз это нам сведет неоподлинные истории в главе седьмой мы короткие тезисные постарался это изложить то есть татарский народ в древности был как упоминают древние авторы из древней идет если буквально сказать Господь Творец первыми украсил татарами землю потом уже арабский язык появился касательно арабского языка черепи пишут упоминают слайзно древних авторов латинских греческих и прочих персидских и из древности идет откуда оно они именно как появились откуда появились ну я не могу сказать я не Господь Бог откуда именно конкретно как они появились татары да но они уже были из древния вопреки утверждения официальной истории после этого как Магаки говорит вот это место где они и самая историческая родина говорят эти татары это говорят скифия татары скифами тоже называли кто-то называл татар скифами вот как русских тоже по-разному называют немцев тоже по-разному они сами так называют поэтому они из древней были и основное как показывают факты это примерно от Причемноморья до Урала вот это место а вообще центр я вот тут писал что от Аки примерно до Урала и от Камы до Каспия это место именно как бы сердцевина была татарского мира и распространялись они именно по Великому Шелковому Путе эти татары что он Великий Шелковый Пут как раз я не могу сейчас продемонстрировать из Древля лежал по своему северному маршруту проходил он начиная от Джунгарского прохода соединял как раз вот эти мировые цивилизации я говорил Дальний Восток Среднюю Азию и Западный мир и Ближний Восток как раз вот этот путь по нему потоки шли товаров и в основном Шелка поэтому Великий Шелковый Путь вот это поэтому пути татары распространялись они как раз через историческую родину татар проходил этот путь поэтому они распространялись как я и говорил в основном с запада на восток из Средней Азии туда в сторону Китая поэтому и Васильев пишет что уже в 7 веке китайцы отмечают вот эти и местные там источники отмечают татар как светловолоса по сравнению с другими местными населениями а там возникают и были они и в Средней Азии тоже отмечаются и в Поволще отмечаются поэтому а именно вот это распространение по Великому Шелковому Пути дало уже начало становлению вот этой империи Чингисхана движения ордынцев поэтому вот это государство объединение вдоль Великого Шелкового Пути там где его влияние было послабее где больше уже по сторонам вот эта империя она объединилась то есть государство образующим этносом вот этой империи был именно татарский народ средневековый татарский народ не только потомки предки современных штатов которые допустим сейчас в списочном составе есть 5 миллионов не только их потомки это немножко не так надо понимать а именно средневекового татарского народа потомки которых сейчас и в среде народа в основном как бы относительно в разных степенях сохранивших название татар крымские татары поволжские татары которые не сохранили название татар но многие там племена сохранили своих предков потому что считалось татар название поносным поэтому кто-то в невыгодной обстоятельствах допустим его спросят как твоя национальность допустим ты с какого народа ты кто ты татарин нет он может сказать человек я не татарин допустим я копчак или я нугай тоже правильно да можно понять этого человека значит резюмеры можно сказать что значит татары возникли на перекрестие шел по пути там мощно развиваться цивилизация мы татары на этой земле жили вечно и никуда не уходили так теперь значит еще кто-то может задать да Мухаммад Афанде давай по-русски чтобы все понимали и вот насчет татар хотел бы сказать и там тоже татар татары происходят от слова татар потому что человеку наименование не может чужой народ дать он от своего от слова от слова такое потому что как говорит это самый Мерфатек Закеев он пишет что в 7 веке уже были известны татары в 7 веке до нашей эры значит до нашей в 7 веке были известны татары а в широком смысле татары стали известны только в 14-13 веке с Чингисханом а почему же так получилось ну с одной стороны сейчас я объясню вот тюрки в тюрки появились официально в 6 веке нашей эры но они что сошли с дерева в 6 веке их не было что ли нет они были но они имели другие названия а там что ли нет тысячи наименований тюрков как называют кутригоры кутригоры сарацели там акацеры копчаки и половцы и другие вот сотни сотни это самых временной а потом когда в 6 веке построили вот этот государство тюркский каганат и появилась тюрки то есть название появляется с образованием государства подожди подожди сейчас не спеши сейчас а думаешь ну вопрос какой вопрос сейчас я тебя подожди не перебивай вот а вот и татары когда вот это Гарриев правильно сказал что это вот это шелковый путь охраняли татары кто есть татары он охраняли это самый шелковый путь там у них были и ямы были где самые они держали и лошадей и верблюдов держали но если там это допустим торговец попадал в какую-нибудь пену или там потерял или там бреки утонул на самом его товар он приходит подходил к этому татарину татару татарину и спрашивал у него ты мне дай это самый долг это самый дельхемы или товар это вот кстати написано я беру из книги Фатлан ибн Фатлан путешествия его на Волгу это там он описывает приходит там тюрк и к тюрку он там не верно так приходит к тюрку и спрашивает у него товар тот ему дает товар тот говорит ну ладно я потом продоргуюсь там вернусь и отдам тебе долг ну хорошо потом караван когда возвращается обратно он идет а этот который у него занимал долг вот у него нет он это пропал он идет караван машин и говорит а где тот а он сбежал а ты тогда заплати за него он говорит нет я не могу за него заплатить он сам тоже он украл он у него говорит хорошо а где он жит с какого города с какой страны он брал адрес садился на коня и шел и находил этого должника на шее вешал лямку и приводил его в рабство вот почему такой вот этот поговорка татар барда хатар барда хатар это беда хатар это память а хатар это беда вот откуда эта поговорка пошла ни один ученый татарин не объяснил вот это положение откуда произошла поговорка татар барда хатар барда конечно хатар барда если накину тебе на шее лямку и повели тебя в рабство это же беда естественно это не от вот я хочу сказать вот отсюда люди читали эти книги и до меня многие читали и никто на это не обратил внимания кстати об этом же пишет Артур Кеслер еврейский писатель там тоже написал как это самые тюрки вот там пишут вот караван 5 тысяч торговцев полторы тысячи охранников останавливать его тюрк говорит там ну ибин фатлан там говорит якобы там какой-то помощь тюрка остановил и держал караван целых 2 часа и никуда не пускал пусть придет караван паши ко мне как это может быть потребует помощь значит это тюрка потребует этого караван паши ему пришел ему значит это было и у него положение такое он охранил таможни был там да он собирал от них от этих караванов что полагается ему поэтому вы приглашал я как сейчас я на вопрос кладовка отвечу потом Владимир Ильич услуг дадим потом тут вопрос поступил такой если можно скажите пожалуйста несколько слов о татарской письменности ну у нас если официально то татары пользовались письменностью араб арабской на основе арабской графики это у нас было ну до того вроде как и письменности не было у нас потом мы у нас латиница появилась при советах заменена была далее кириллицей но есть факты истории называлось татарскими письмо это венгерские миссионеры во первых письмо написано то есть на татарском языке упоминание татарский язык и татарское письмо то есть уже мы знаем из этого мы видим что народ есть такой татар и язык с языком раз язык татарский и татарским письмом языческие письмена короче они говорят ну и они пользовались татары тогда уйгурским письмом это ученые названия А современники называли это татарским письмом, разные источники. Это была уйгурская письменность на 21 буква в алфавите. Кстати, поэтому многие слова искажены историками, когда их переводили. Например, письмо было уйгурскими буквами, написано вот этим, ну, уйгурское это официальное название, татарским письмом. Потом на татарском языке пишет Карпини, он письмо привез папе Римскому от татар, если официально от монголов. И там как раз на печати сохранилось. Письмо это перевели сначала, потому что по-татарски никто не мог прочитать, у папы не было таких людей. Поэтому письмо написали сначала на татарском языке, буквально пишет Карпини, на татарском языке татарским письмом. Написали, потом перевели на персидский язык, сарацинский, который они могли прочитать, люди были у папы в Европе. Перевели, а вот печать осталась, печать ханская, и там буквы. И там написано, потом перевел Монгол Улус, переводят это пелье, француз перевел, прочитал его как Монгол Улус. После этого пошло Монгол Улус, и все эти переводы, и говорят, Монгол Улус, это значит, монголы сделали такой Улус, и это монгольская была страна. А написано было уйгурским письмом, если я вот брал, когда работал над книгой на следе татар, еще там упоминал. Если 21 буква, там у них О и У, ну и так они созвучны на татарском языке, это одной буквой они. И многие тогда, поэтому слова, искаженные получились, допустим, булгар, это, если на арабском письме, это, там, гласными только передается, очень трудно согласными передавать. То есть, наоборот, гласными передавать. Если на уйгурском письме было написано, то есть Балкар могло быть. Или Балкар, это значит сияющий. Откуда пошло? Потому что балкарцы сохранили это название. Ага. Наверное, это был город Балкар, а потом уже, когда надо было сделать это болгарами, народ, как бы якобы другой народ, вместо татар там жил. Тогда уже я это тоже отразил, показал. Поэтому, а татары, китайцы тоже упоминают письменность. То есть, четыре письма у татар было письменностей. Они были очень развитым народом, потом это уже назвали другими. Поэтому из древней у татар было, вот, хотя бы вот это уйгурское письмо, это было у татар из древней. Поэтому. И арабское письмо, например, оно и арабским называлось, оно, кстати, называлось кемарским письмом. Вот это арабское, что интересно. Есть данные, говорят, что я не могу сейчас, надо бы, конечно, работу проводить, это можно найти. Было, автор один высказывал, что это называлось не арабским письмом, а кемарским письмом. А кемарки было государство, основанное татарами. Это факт, я уж конкретно, это было на территории Урала, Башкирии, частично Поволжья. И, да, Каспия даже находили они эти. Да, и вот именно это вот арабское письмо, кемарках первое появилось, оно как бы с запада пришло сюда, на восток, в Поволжье. Так, ну а сейчас Владимиру Ильичу хотели бы слово представить. Вадим Ильичу. Да, да. Урагическое письмо, что это было бы еще раньше. Еще раньше, конечно. Еще раньше. А то-то в СССР. Вполне, просто я... Так, не превращайте в балаган наше предприятие. Да. Конечно, ведущий наш виноват. Везде должен быть порядок, который идет. Выступающий столько минут. Берите, столько минут. Реклама. Да. Да, хорошее слово. Уважаемые коллеги, друзья, с благодарностью принял приглашение виновников сегодняшнего собрания. Не скрою, что это решение подиктовано только одним. Благодарностью Галин и Никееву, и Шиха Китарчи за их благородное желание разобраться в истории своего народа. Разгрестил тех очей околонаучного мусора, скрывающего подлинную историю великого народа. Сделано очень много, проработан огромный плаш первоисточников. Как результат написаны две книги «Наследие Татар» и «Великая Орда. Друзья, враги и наследники». Это две книги, которые с огромным удовольствием прочитал. Скажу свои ощущения, когда читал эти две работы. Невольно ловил себя на мысли, что дышу удивительно свежим воздухом. Таким, как после грозы. Удивительно свежим, идущим от этих книг, пью какую-то живительную влагу. Вот такие у меня были ассоциации, когда я читал эти книги. Так и хочется сказать спасибо матерям и отцам, родивших, воспитавших таких сыновей. Спасибо народу, который создает такие личности. Конечно, проведенные исследования – это только очередной шаг в восстановлении истинной истории своего татарского народа. И я искренне хочу пожелать авторам продолжить эту тяжелую, изматривающую, но очень интересную, захватывающую работу. По восстановлению истины, подлинной истории, в том числе татарского народа. В процессе дальнейшей работы мне бы очень хотелось, чтобы авторы ответили на следующий вопрос. Почему страна, подарившая миру письменность, веру, выдающиеся достижения в политике, экономике, науке, архитектуре, в военном деле, пришла в услуги тому, что распалась на карликовое государство, враждующее между собой. Чингисиды против тимуридов, уничтожение Рюриковичей, смута, приход западников, романовых и так далее. И, конечно, один из главных вопросов – это идеология. Сегодня мы о ней говорили здесь. Неспроста в нашей Конституции она отсутствует. А это значит, у страны не должно быть цели, а значит, не должно быть будущего. Американцы смотрели в корень, когда писали нашу Конституцию, как основной инструмент, предвестия идущие, далеко идущие цели. До нашей эры, в начале новой эры, средней века, роль идеологии осуществляла в степи вера. Отсюда двуглавый орел. Одна голова – царь, вторая – патриарх. Один отвечал за прокорм, второй отвечал за идеологию. Великая степи – это было дынгренианство, позволящее создать самое могущественное государство в мире. Религия, которая подарила языческому миру, в том числе, Византию, Риму, Индии, Персии и так далее, единобожие. А ее богослужебные книги стали основой для создания иудейской, христианской и мусульманской религии, а также буддизма, зарастризма, манхейства и так далее. Почему эта религия была забыта? Почему ее храмы безжалостно уничтожались? Ну, спросите вы наших священных слушателей, что такое колокол? Поверьте, мне 99% не ответили. А колокол – это тюркское слово. Моли небеса. Аллады. Что это такое? Акадилы. И все эти обряды – это все наши славы. Тюркские, татарские обряды. К сожалению, которые мы с вами забыли. Это что такое монастырь. Ответив на эти вопросы, мы осуществили бы тектонические подвижки миропонимания. Поняли бы, что роль великой степи в мироустройстве определяющей. Это помогло бы осуществить серьезные подвижки в более тесном сплощении народов нашей страны, ускоренные в центростремительных процессах стран СНГ, в лоно за и когда-то единой страны, кардинальные изменения в имплантации народов Европы, Ближнего Востока и Азии, вокруг своей исторической родины, великой степи, ныне России. Позволит президенту нашей страны более динамично решать вопросы внутренней и внешней политики, подставивание суверенитета интересов Родины и всех названных народов, от кучки международных новоришек, во главе с Соединенными Штатами, возобнившие в праве решать наши с вами судьбы. Еще раз спасибо авторам и искренне хочу пожелать им дальнейших успехов. Спасибо. Родился я в Абхазии в городе Буддаута. Я внук репрессированный, были созданы, потом расстреливали. В детстве читал книжку, ну юношей, про Степана Рафина, и обратил внимание на такое словосочетание, сарынь на кичку, это вернувшись в птицинскую погоду, ушел на штурм Астрахани. И у меня возник невыльной вопрос, почему автор в уста якобы крестьянскую важню влашил эти слова, татарские слова. А потом Атила Великий, какой-то оттуда, и так далее. И, конечно, меня это до того заинтересовало, что я хотел потихоньку изучать. Да, изучая официальную историю, которая была написана внуком шотландских королей, иезуитом Брюсом, благодаря которой пошла наша официальная история. Предпринимающийся все для того, чтобы мы забыли, кто мы, откуда мы, и чтобы не понимали, куда мы. Закончил Ростовский госуниверситет, работал следователем, старшим следователем, потом был одним из руководителей ООД Ростовского, был спортом, поэтому приехал в Москву, был назначен начальником главка розыска России, потом первый заместитель министра внутренних дел России, потом заместитель генерального прокурора России, потом заместитель амминистра юстиции России, потом ушел в Думу. Но все это время продолжал изучать историю. Я, конечно, совершенно не историк, я вот к вопросу дилетат, но на некоторые вопросы я, конечно, мог бы ответить. Вот говорят русские, а поверьте мне, 90% не знают, откуда пошло это название. И никто не вспомнит, что великое дело вместе со своим братом, бредом, привелись к Агенару Орду, с царскими кровями у них был символом сокол. И когда жители Шуи, то есть, видите, великого Новгора, обратились к ним и сказали, послушайте, царе, дома же бардак, приходите. И они пришли, им же переводчик там очень нужен был, они говорили на одном языке. А Куртиридан, великий исследователь, лет 10 тому назад, приехав в Азов, проведя там раскопки, потом поехал в Азербайджан. И там, проведя раскопки, схватился за голову и сказал, «Боже мой, как стыдно! Я на склонник только понял, откуда пришел мой народ». Вот, если, короче, извините, если слава Богу, то я вас уведу. Еще один вопрос, маленький. Вот Куликовская битва. У нас принято, значит, государство законным принято. Что такое Куликовская битва? Ведь это же тоже обман настоящий, понимаете? Как он сформулирован в федеральном законе. Можем мы это изменить или нет? С вашей помощью. Я вам скажу так. Я обратился к президенту Татарстана, бывшему митеру Иршамееву. И об этом в одной из ваших газет было опубликовано. Я ему сказал, «Интересно, что это значит? Ну, давайте заявим, что не было Куликовской битвы. Совершенно. Он там на кулишках. Они сейчас там лежат, эти ребята. Вот пойдете, сейчас раскопаем, и увидим, вот они лежат». Потом я подошел к бывшему президенту Башкортостана. Он тоже вместе со своей свитой. Я говорю, «Ну, а ты почему не скажешь?» Они пообещали один и второй, но ничего не сделали. Я поехал к вам в Казань. Раз приехал, второй поехал, посвятил ваш Калининский музей. Этот музей должен ответить на вопрос, «Откуда мы?», «Кто мы?» «И куда мы?». Так он не отвечает. Ни один из этих вопросов. Те же самые экспонаты в Кремле, в Татарстане. Да поезжайте по всей стране. Ведь, знаете, какие там Кольки, Ивановская, Владимирская, Петровская, Сидоровская, там и так далее. А на самом деле это одна культура великого тюркского мира. Ну, возьмите вместе, победите. Нет. Я вот и в Крым поехал, пришел в Бахчисарай, увидел там мечеть. А я спрашиваю, а до мечети что здесь было? А был храм, какой-то ингринянский, и по бактеристерии сохранился. Поезжайте в Терпенке, в Терпенке по стерии сохранился, где дюрк и крестиль. А Иван Грозный не был христианин. Ну и масса чего еще. Все это надо поднимать. Поднимать для того, чтобы я... в ноябре прошлого года на международной конференции в Академии наук я признал, объединительский мир вокруг своей Родины. Это один из кандидатов, в том числе и Турак, а кто-таки и Серб, а Хорваты, а Бургунды, а Барваты, а Нареза, а Исландцы, столица Австрии, Избрук, а кто ее основал? А как не водится слово Альпы, горы покрытые лесом, чьи слова? Это наш, Нагитланич, не хотите йогурт, я говорю, если переведешь, что это по-татарски кислое молоко, я тогда, может быть, съем. Я спрашиваю одного большого политика, я не буду называть его фамилией, я говорю, албанцы, кто такие? Он говорит, мусульмане. Я говорю, я не вероисповедания спрашиваю. Я спрашиваю, откуда они статусы, они статусы, они статусы, наши нынешние Европы. Он говорит, я не знаю. Я говорю, вы политику проводите. А это наши карачаи, мой народ. Последнее, я не буду злоупотреблять, я с министром внутренних дел, я помню, во Франции встретились, я спрашиваю, слушай, у тебя на Хоккайде Айны проживает? Что это за народ? Он говорит, вы знаете, господин Колесников, они, по-моему, пришли с берега Байкала. Я говорю, правильная тюркия. А вы, японцы, откуда там? Он говорит, вы знаете, вы еще не пришли к этому роду. Я говорю, хотите, я вам подарю одну из версий, по-моему, реальную? Он говорит, Я говорю, вы родственники нашего Шойгу. Он говорит, а кто это? Я говорю, вот такой парень пожарами занимается. Так вот, молодые ученые Якутии, я знакомую с какими работами, они говорят, процентов слов наших якутских, тюркских, совпадают с японскими. И неспроста туда наши ребята собирались поехать, чтобы решить ряд вопросов, но стихийные бедствия мешали и так далее. Поэтому давайте возвращаться к своим корням. Я хотел бы, ну, понимаете, великая страна, а у нее, кажется, своего ничего нет. Кто-то привез искенность, кто-то привез веру, а это все пошло отсюда. Мы дали все это миру. Спасибо еще раз и извините. Надеюсь, что вы будете часто в гости в нашем доме, Владимир Ильич. И еще кто-то хотел сказать, да? Пожалуйста. Фарис Фарисов, автор фильмов, книг и даже истории «Бигзур рахмаз я вам тоже книжку вашу взял и познакомился. Совпадает и поддерживает выписки сделал, да, Бог один, вероисповедание разное, аля, вот, это корни совпадает с теми маленькими работами, которыми я делал. то, что получается самая близкая нация, это русские. И если захотят, в общем-то, нас разъединить, это будет удар и по нам, и по русской нации, и по России. То есть, пока мы едины, мы непобедимы. И это должно, в общем-то, как бы сказать, осознавать. И только что, вот, Владимир Ильич правильно сказал, что из истории мы очень много знаем государства, которые имели большую территорию, богатую казну, сильную армию, но они распадались, как только у них пропадала идеология. Идеология это стержень. Наша идеология должна быть, как бы, первостепенно, это, конечно же, единство, это первое. Ну, второе, это же, конечно же, в тех работах, которые мы должны нести, мы должны искать между русскими и татарами было разное. Тарихные истории были распространиться, но мы должны, как бы, выставлять на показ объединительные факты, потому что именно в единстве наша именно сила. Хотим мы, не хотим, как бы сказать, русские все равно очень хорошие люди, я так думаю. Поэтому они нам близки очень, я так думаю. Это вот мое внутреннее и внутреннее ощущение той работы, которую я сейчас уже быстро просмотрел. Потом вот, ну, здесь совпадает наше идеологическое, десятый главе, это ледниковое, ледовое попоище, полностью согласен. Главу 11, только что мы озвучили, мы точку зрения видели человека, кстати, ну, в политике и в устройстве нашего российского государства не случайного. Колесников это известнейшая личность как в прокурорском мире, то есть, так и в Государственной Думе. Его точка зрения, она очень-то прелещает, так как он не первый раз находится в презентациях книг именно про татар. И я так, в общем-то, очень рад, что он поддерживает нашу нацию. Ну, и последнее, это я хотел, конечно, реформы Петра про западный переворот в Москву. Это полностью с вами согласен. Этот пласт полностью не изучен. Вот, тоже вот я из работы на Западе собрал, я их еще не опубликовал. Это то, что вы, может быть, знаете, такого Брюса, да? Да. Это полностью тот человек, который формировал мировоззрение Петра. Брюс никогда не был, в общем-то, союзником нашего государства. Он сделал все, чтобы переписать историю. И есть предположения даже, именно, к сожалению, в германских библиотеках я не увидел, но это, мне сказали, есть у итальянцев. Я вот не доехал до Милана. Там есть работа, переводчик, кстати, у меня там очень хороший, получается, что именно при Брюсе пропадает та библиотека, которая была Ивана Грозного, о которой все говорят. А библиотека... все сохранилось. И на немецком, я работаю с такими документами. Каждый день. А я очень рад. Наконец-то мы их нашли. Наконец-то. Я их не отдам. Наконец-то. 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 Это мое слово. Все, понял. Осознал. Раскаиваюсь. Дай мне пять секунд, я сейчас исправлюсь. Все, спасибо большое. И в связи с тем, там как раз вот есть то направление, что именно... А, кстати, я хотел еще у окружающих такая новость, для меня была потрясающая. Это был такой Ньютон. Если вы помните, мы у нас в истории он остался как в общем-то... Ну, закон Ньютона это в общем-то физика. Это математика. Но он, оказывается, был министром финансов. Тоже знали, да? Я вот для меня было открытие. И именно Брюс привел Петра Первого к Ньютону. Ньютон его не принимал неделю. Потом принял, побеседовал с ним 10 минут и после этого заключил, что да, этот человек. Не буду дальше продолжать, это мы будем из истории. Большое вам спасибо. Хотел у вас взять разрешение использовать вашу работу в дальнейших фильмах, если это возможно. Большое спасибо. Вопрос? Ну, там был один человек сейчас, пока первый. А, остается так. Давайте, давайте. Сюда поближе, не слышно. Да, давайте сюда. Пойдем. Речь шла о булгарских татарах, да? Вот. Ну, в частности, хотелось бы узнать, ну, как бы, как бы коснуться истории, да, там происхождения именно западных, западных, да? Татарных, ну, как называют, еще и обещают, да? Ну, сибирские, да, просто происхождение некоторых других в татарах. А, в татарах. Ну, я понял. посеять между ними вражду, раскол, и так подавить, подавить и опрокинуть. И сместить с исторической ареной. А потом, в последующем, и дробить до до конца. И чтобы не было единства между ними, они, чтобы не могли согласованно выступить за счет своих интересов. В основном. Ну, происхождение, я говорю вообще о татарах. Я говорю, что не булгарские, те, которые сохранили народ татар, название своей этническое татар, они носили ее из древния. И будут еще долго сохранять. И насчет булгарских татар, мишарских, это один народ. Разных татар не бывает. Татары едины. Единый народ. Насчет названия булгар, я могу пояснить, что это в общем игра истории, идеология, как деление идет. Разные группы татар называли по либо по местным переживанию название. между самими татарами название такое было. Мишар это житель Мещеры. Мишарский юрд назывался. Мишарами называли те же угроязычные племена, которые обитали, допустим, Маджары. оттуда пошло. Ну там обитали эти Маджары. Бульгази о них тоже говорят. Вот они обитали вот где местности, где Мишары обитали, вот их называли Маджарами. Там, где есть Маджары, страна Маджар. А татары и местность вот эта как-то понем осталась. Но обитали. Но вместе с тем там и татары существовали. Поэтому тот, кто местность называется Мишар, Маджар, и там татары живут. Вот этот допустим из Булгарского ханства Балхар. Город Балкар. Оттуда ханство Булгар. Из Булгара. Сейчас говорят Уфалар. Я, например, среди татар собираемся мы сибиряки. Например, я из Уфы и еще откуда-то меня называют Уфа. У нас двое или фазан-нар. Это не говорит о том, что татарский язык, используя игру слов, делит народ по разным уже группам и объявляет их разными нациями. Якобы есть Мишары, есть якобы Булгары, якобы они говорят на одном языке, психология сериал у них одинаковая, у них одна вера в основном, у них одни интересы. Теперь интересы, если идеологически их разделить, разные. Поэтому народ татар, который проживает и в Сибири, может и в Крыму, и по Волжье, это один народ, эти татары сохранившие, есть в ней сохранившие. У нас есть кумыки, вот они дальше, да, от всех татар, вот они как связаны кумыки. Конечно связаны, они назывались кавказские татары, и от этого не отказывались еще сто лет назад. Мы говорили с ними на одном проекте, мы говорим с ними на одном языке. На одном диалекте. Да, да. Ну, я согласен, что и на одном диалекте. да, 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 спасибо большое, понял, да. Конечно, 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 я с вами согласен. Будем ехать с вами сейчас. генералекте. Галяцин. 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 Галяцин, вначале вопросик. Вот книга Гавтулина, наверное, знаете, это так... Погромче, поближе, микрофончик. И вы... Ваша фамилия Генитерев там среди Мурс, значит, вы знаете, да, его? Да. Отношение, наверное, к Мире, к Мурсу, Генитереву? Да, имею. Имею самое прямое отношение. Прямое отношение. Ну, чем-то, Мурс, скажем так, их заслуга какая-то для татарской нации. Ну, вообще, так. Такими словами я не оперирую, а я могу сказать, что такое бийское сословие в татарском народе было. Это, если на русский язык перевести слово бий, это князь. Но у татар он немножко другой смысл тоже имеет. Бий, это от слова или билятру, допустим, давлеть, объединять. Или, опять же, бей, тоже говорят бей, это как бы связь, объединение. То есть, это сословие было в народе, они как бы проверялись, проверенные, из рода в род, поколение проверенных людей, которых выдвигали, общество выдвигало. У татар была демократия, вообще-то. И поэтому вот эти уже сословия, оно называлось бий. Потом, во время Золотой Орды, еще Мурза появилась, Эмирзата. Эмир, это правитель, значит, Эмирзата, от слова Эмирзата, Мурза там пошла сокращенно. Это уже как бы то же самое сословие называлось. Я вот хранитель наследия татарской Орды статью выступления возил на конференции, была научно-практическая конференция в Казани в 2010 году. Меня туда пригласили как раз производители татарского, вот дворянского они себя называют, Меджиз татарских морсов, если на татарском языке было, общество есть такое созданное, а там потомки татарских морсов объединяются. Такие фамилии, как Акчурины, Еникеевы и многие другие Терегуловы и... Нигматуллины. Нигматуллины, да, Нигматуллины, же он как бы, ну как фамилия это Терегуловы есть. Вот этот Нигматуллины, если ученого-то иметь в виду. Ну и я там выступал, когда я поехал и в свою точку зрения там изложил на историю вот этого татарского народа как раз, что именно это не просто было там знать, которые феодалы, как официальная история говорит, что это было такое, ну со злою феодалов они подавляли там вот так и жили то есть потом уже давили, потом перешли на службу к московскому князю, там потом начали угнетать свои народы и прочее все и русских угнетали, и татар угнетали, и башкир угнетали, и в общем конференция собралась и вот в русле официального истории вот этих тезисов официальной истории ругали, ругали, морс, сначала Усманов выступил, Миргасым, ага, по войне вон там немножко так пожурил, может что они опросимают и прочее, все. Потом, после этого я уже начал выступать и дождался, они знали уже, меня пять минут оставили выступление, тогда был такой интересный звучит. У меня на 20 минут было выступление, очень много было, надо было сказать в этом храме, эта статья, кстати, она опубликована в сборнике этой конференции, так и опубликовали, еще на сайте «Татары Евразии подлинная история» опубликована эта статья, желающие могут зайти на сайт «Татары Евразии подлинной истории», адрес в этой книге указан, вот в издании как раз «Наследие татар», в третьем издании «Наследие татара», то есть на китульном листе указан адрес этого сайта, там ребята сделали В интернете там статьи мои все, и еще другие статьи, другие отзывы. Ну и надежда такая, что мы этот сайт будем, если будут иметься средства, уже продвигать как следует. В интернете работу эту будем вести по реабилитации татарского народа, в первую очередь, татар. По повышению имени, вот престижа татар, как цель основная этой книги. Престиж в международном уровне и в России, и в международном, и в тюркском мире, чтобы слово татар уже имело что-то, оттенок соответствующий, чтобы уже, потому что люди, прочитавшие эту книгу, уже знают, кто мы такие, и говорят, помогают, книги ваши помогают работать, и уже, ну такие письма я получаю от русских тоже. Многие мне пишут, что мы, я понял, я помню, говорят, что татарское происхождение у меня, мы, я из татар происхожу, оказывается, вон они, какие были наши предки, оказывается, мои. Я сейчас изучаю татарский язык, ну и подковываюсь по истории, да, вот я один написал мне. Кроме шуток, нормально, поскольку русские татарским языком владели. В Уфе мои предки жили на Тукаево, и там, я еще помню стариков, вот я как раз в этой статье писал, старики, русские старики, старухи, они говорили по-татарски, чисто говорят, Сергей Абы, дядя Сережа, вот он чисто говорит друг моим дядей. Вот они там росли, а сейчас, наоборот, наши дети, татары, татарские дети забывают свои языки. Почему? Потому что имя татар стало поносным. Благодаря вот книгам, фильмам Департа, книгам, учебникам науки, вот этой, научным, научным знаниям, которые распространяются. Поэтому, а тогда наоборот, видели какие-то татарчата, какие истории у них, как они там знают о чем, как они за справедливость боролись, каких предки. Это же так пошло. Почему? Говорят, вот татары завоевывали, вот я отражал в своих книгах. Есть информация, это не мои слова, не мои домыслы. Приходят угнетенные, там кто-то что-то сделал по беспределу, например, как говорится, уже широко распространенное такое выражение, уже официальное, так сказать, общепринятое. Приходят жаловаться, кому приходили? Приходили к татарам жаловаться. Вот отсюда пошло движение, история о первой войне татар. Прямо венгерский миссионер, давным-давно, говорит, вот пришли, говорит, там, убили, изнасиловали сестру. Убили отца, отняли землю, в рабство народ повергли, и этот принц пришел к татарскому хану. И татарский хан решил это дело исправить. Вот, говорит, первая татарская война, говорит, началась. Вот, пожалуйста, вот так они распространившись по великому шелковому пути, собрав, создав такой, на таких принципах, на справедливых, на человеческих государствах татары. Вот они усиливались, усиливались, усиливались. Вот эти вот войны, вот это движение было и названо монголо-татарское нашествие. Были, может, бои, может, столкновения были. Вот так все было оболгано. Вот, ну, поэтому, насчет языка вот так. Спасибо вам большое за то, что вы понимаете. Я уже стал признавать, что Куликовская битва-то она неправильно сформулирована, на самом деле, да? Вот, вот наш известный поэт Ахмед Сатар, вот он тоже вот хочет несколько слов сказать. Вот, Архангель, а потихонечку все у нас есть. И, кстати, советую не спешить. У нас дефтар еще почти час. Вот, поэтому татарам, которые плавают, нам не нужен, да. Идем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Мне хочется сказать, что сегодня действительно необходимо выровнять роль татар и русских в истории нашего государства. Потому что, если мы потеряемся для российского руководства, это будет большой, это будет рассыпаться Россия совершенно. Нельзя думать о том, что мы когда-нибудь поднимем руку на российскую роль. Потому что, ну, сегодня история показывает, что и арабские эмираты там везде, получается, как бы воюют между собой. Мы воевать не будем и не хотим. Мы одна дружная семья. Это и Гумилев говорил, и наш сегодняшний гость замечательно пишет свои романы. Потому что мы одной крови, одной душой. И надо только об этом говорить везде и всюду, что мы равновеликие государственные нации. Спасибо вам большое. Это был Владимир Бакевич Геляев. Заслуженный строитель и еще автор книг исторических тоже. Так, ну, движемся дальше. Вот у нас кто-то хочет ромить опять-таки высказаться. Выходим по хритинам. Да, тоже вот наш бывший активный участник Межгара. Движение Межгара. Вот, конечно, вот были из зала очень интересные вопросы. Не слышу, да? Из зала были очень интересные вопросы о происхождении татар вообще, о нашей государственности, древней. Надо все-таки, я думаю, из замечаний сделаю господину уважаемого автору. Нашу историю надо взять все-таки с древнего шумера, понимаете? Это сейчас многим учеными доказано и подавляющее большинство об этом и не спорят, понимаете? И второй вопрос про китайцев. В 99-м году была информация, мы его сейчас и с интернета сняли нигде нет. Один американский генетик, один из первещих, который расшифровал код ДНК, исследовал происхождение китайцев. Понимаете? Почему? Потому что у вас вообще у многих историков есть ссылки про татар на китайские источники. И этот генетик, исследуя генофонд более 40 родственников китайцев народа, пришел к выводу, потому что сами китайцы не являются коренными на территории современного Китая, понимаете? Они оттуда, видны, там появились примерно 15 тысяч лет назад из района Африканского рога. Запомните это. Почему? Потому что вот эти земли китайские, если сейчас взять, например, там сиатопонимика, гетеронимика тоже тюркская, понимаете? Тюркская. Вот в чем дело. Вот вы у себя в книге пишете, что Чингисхан завоевал Пекин. Извините, он не завоевал. У него было стерпление одно – освобождать Пекин. Почему он запускал Пекин, Пежи, Ханбалы – это тюркские слова. Вот в чем дело. И когда последний раз внук Чингисхана, честно говоря, я сейчас имени просто не помню, 1200, где-то, нет, после Батыра, не важно, да, где-то в конце, во второй половине 13 века, освободил все-таки Пекин от китайцев. И там китайское население восстало против татарских воинов, он свои войска вывел из Пекина и создал 10 комендантских полков, укомплектованных русскими. Понимаете? Да. И эти комендантские полки, укомплектованные русскими, вырезали, насиловали все население, успокоили это восставщик, понимаете? И попросили этих русских. Все-таки, вот, многие говорят, что это как бы, да, может быть, там действительно, многие русские, я, например, тоже считаю, что где-то более, может быть, 50%, может быть, даже более, это имеют которые, крещённые татары. Но слово «русский» надо все-таки так-то гвать, как его даёт наш народный филолог, хоть даже не заметили, понимаете? Что такое русский? Слово «русский» ещё как-то мы раньше встречались с вами, говорил, я читал работу Маркса, и он слово «русский» пишет не «русский», а «руськи», понимаете? После «с» мягкий знак был, вот в чем дело. А до Петра Первого слово «русский» писалось, а не «руський» даже, а «круський», понимаете? Это о чём-то уже говорили. «Крусь» — что такое «крусь»? Это крест. «Кий» — это не «варь». То есть крестоносец, то есть человек, который одел на себя крест. А кого тогда считали такими? Людей несостоявшимися, неудачи, понимаете? И они создавляли очень небольшой часть общества, независимые от национального происхождения. Во время, я не помню, но это уже после Чингисхана была перепись населения. И вы, наверное, многие не знают, что, какое государство было татар. Население этого государства, великое татаре, составляло 120 миллионов человек. А территория была 32,8 миллиона квадратных километров. Ну, представьте себе, территория современной России 17,4 миллиона квадратных километров. А вы какой вопрос вы хотели задать? Чего-чего хотели? А вы какой вопрос вы хотели автор задать? Нет, автор хотел, как раз я в пожелании говорю. Вот нельзя вот писать, понимаете, как вы ссылаетесь на тех авторов, только ссылку давать, который как бы вот, ну, усик на слуху. Дело в том, что надо побольше работать автором архива Ватикана. В 2010 году Ватикан открыл сейчас свои архивы. И туда следили все выдающиеся истории. Через месяц этот архив закрыли. Понимаете, почему? Потому что там вскрыли как раз те факты, которые сейчас и скрываются от народа. Мало того, там выдающиеся ученые, комиссии из 30 человек, обратился в Евросоюз, чтобы создать комиссию по переписыванию, по изучению вернее, по фактическому, по написанию истинной истории Европы и мира. Вот по поводу слова русские я сказал вам, понимаете, у нас этого придерживаются. И то, что вот татария, про слово татар еще хотел бы сказать. Я читал книгу перевода Веры Мерзоэлова «Паркер». Он называет, что татар первый раз упоминается в китайских источниках еще в 14-м челете до нашей эры. Понимаете, то же самое надо учитывать. То есть это не зря так названо. Это действительно, как уважаемый Веначу говорит, Скорее всего, слово «татар» — это не просто этническое. Это образ, это управление. Татар — это управление, понимаете, создатель государственного управления. Вот в чем дело. Ну, в принципе, вот. Страшно. Но только давайте не будем унижителем говорить о других народах, да, все-таки? Нет, нет, нет. Но я хочу еще заметить, что китайцы поют татарские песни, у нас мелодия-то совпадает, вот на лицо с кожей. Кто, у кого он учился. Китайцы нам признавали, что они как раз переняли татары. Ментатонинцы. Вот. Сами, я хочу пополнить. Так, еще кто хотел бы сказать? Есть какое-то слово, да? Ну, давайте. У нас еще есть время. Да. Но, прежде всего, выступление у нас началось. А по меня выступающие. Исяна Сасамасасас, Исхак Тавлечин. Инженер-физик. Хочу рассказать о великом татарине. Вот его книжка. Последняя, которую он дарил на юбилее. Ему исполнилось 75 лет, 17 июня. В институте океанологии, где Роберт Искандерович Нигматуллин, директор, был международный симпозиум. Назывался «Многопазные системы. Физика, математика, природа, общество, человек, технологии». Он там эту книгу раздавал каждому докладчику. Симпозиуму было два дня. 17-18. Книга называется «Четыре нашей жизни. Экология, энергетика, экономика, ретность». Но я хотел бы связать рассказ краткий об этом великом татарине, потому что он великий уфимец. А наш сегодня писатель Николей Рашидович, он тоже уфимец. Он был Робертом Искандеровичем в определенное время президентом Академии наук Республики Башкортостан, а стало быть и членом правительства Республики Башкортостан. Сейчас он с шестого года директор Института океанологии. Все его там любят, уважают. Кроме того, сначала параллельно закончил он Бауманский университет, а затем еще и Московский университет. И на кафедре волновой газовой динамики был профессор. Потом, когда, так сказать, ушел уже в кафедре, он стал теперь заведующим кафедрой волновой газовой динамики Московского государственного университета. Это международного такого уровня ученый по механике сплошных средств. Я, вот, глядя на вас, могу сказать, что это великий физик, великий математик, великий экономист, великий энергетик, великий этнограф и великий эколог. Вот как здесь написано. А истории истории, а сейчас много великих, и не только в науке, и не только в искусстве, в литературе, в поэзии. Вот Ахмед Сатарбаев наш выдающийся выступал. Видите, как красиво он выступил. Вот Махмуд Ахмед Вильгариев, если вы заметили, на всех праздниках сидит рядом с нашим Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому я хотел бы на этом закончить. О величии наших представителей, а что касается самого понятия татар и понятия тюрков, я хотел бы сказать, что есть статья Бориса Васильева, 89-й год, по-моему, июль, газета «Извести» называется «Любить Россию в непогоду». Там он слово «татар» вообще не употребляет. Но однажды там он употребляет, по-моему, в трех номерах. Эта статья, вот, она очень примечательная. В связи с чем он употребляет однажды в этой огромной статье слово «татары». Никакого татара-монгольского ига не было. А пишет он там о тюрках. И, например, он пишет, что Александр Невский, а он сейчас, как вы знаете, канонизирован, он в рамках святых возведет, был попротивом хана Сартака, тюрка. А там он пишет, что...